Сегмент туристических эндуро уже давно находится на подъеме, причем во всех классах, а в некоторых странах это самые продаваемые мотоциклы. Поэтому каждый мото-производитель пытается создать самый лучший адвенчир и затмить конкурентов, особенно сейчас стараются китайские производители. После выпуска про самые большие и среднекубатурные туристические эндуро 2023 года, кто не смотрел, ссылки в описании, переходим теперь к десятке подобных мотоциклов с двигателями до 500 кубических сантиметров. На счет у нас одна из зашумевших новинок от итальянской компании MV Agusto Lucky Explorer 5.5, которая оснащается двухцилиндровым рядным двигателем объемом 554 кубических сантиметра и коленвалом 270 градусов, китайского производства от компании Куанчжан. Он выдает 47 л.с. максимальной мощности и 51 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 3,8 литра на 100 километров. Максимальная скорость 180 км в час. Honda CB500X. Именно двигатель этой модели копируют китайские производители в этом классе. Это рядная двойка жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр, который выдает 47 л.с. и 43 Нм крутящего момента. Разгон до сотни 5,5 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 3,5 литра на 100 километров. Снаряженная масса 199 килограмм. Бак вмещает 17,7 литра. РВМ 500 by Yawa Adventure. Об этом мотоцикле подробный выпуск выходил ранее. Ссылка будет в описании. Эта Yawa является копией китайского мотоцикла Tekken 500, продаваемого аргентинской компанией RBM. Он, кстати, продается и под многими другими китайскими брендами. Здесь стоит полная копия двигателя CB500X. Это рядная двойка жидкостного охлаждения объемом 471 кубический сантиметр, которая выдает немного меньше мощности, чем японец. 44 л.с. и 40 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива 4,2 литра. Сухой вес 206 килограмм. Плюс 20-литровый бак. КИУГИ МОТОР СРТИ ИКС. Именно 554-кубовая рядная двойка этого китайского тур эндуро переехала на MV Augusto Lucky Explorer 5.5. А потому имеет те же самые характеристики. А именно 47 л.с. и 51 Нм крутящего момента. СРТИ 500X в наряженном состоянии весит 235 килограмм. Бак вмещает 19,5 литров топлива. Он может похвастать передней перевернутой вилкой Каяба, проскальзывающим сцеплением, полностью светодиодным освещением и полноцветным ТФТ-дисплеем. ВОК-500DSX АДВЕНЧЕР Который находится под крылом гиганта Лон Чин. Он оснащается уже знакомой 471-кубовой двойкой, выдающей те же показатели, что и СРТИ 500X. А именно 47 л.с. и 43 Нм крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 188 килограмм. Плюс 17-литровый бак. Дорожный просвет мотоцикла 190 мм. Высота по седлу 820. Главным отличием Адвенчер от обычной версии являются кофры, позволяющий уместить все необходимые вещи для путешествия. Бинели ТРК 502Х. Этот мотоцикл весьма популярен в Европе. Он оснащается 500-кубовой рядной двойкой, который выдает 47 л.с. и 46 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров. Снаженная масса 235 кг. Высота по седлу 860 мм. Дорожный просвет 210 мм. Напомню, Бинели принадлежит вышеупомянутой компании QG-Moto. Royal Enfield Hamillion, что в переводе гималайский. Этот флагманский Адвенчер компании имеет уникальный дизайн и всесторонние возможности, которые делают его одним из самых продаваемых мотоциклов Royal Enfield. Он оснащается одноцилиндровым 411-кубовым двигателем с воздушным охлаждением и впрыском топлива, который выдает скромные 24 л.с. и 32 Нм крутящего момента. Снаряженная масса 199 кг. Высота по седлу 840 мм. Бак вмещает 15 литров. КТМ 390 Адвенчер также обладает одноцилиндровым двигателем, правда, с жидкостным охлаждением и объемом 373 куб.см., который выдает 44 л.с. и 37 Нм крутящего момента. Он имеет 2 распредвала, 4 клапана и электронный впрыск топлива. Средний заявленный расход 3,4 литра на 100 км. Сухая масса 158 кг. Плюс 14-литровый бак. Высота по седлу 855 мм. Дорожный просвет 200 мм. Синис Террейн 380. Синис является британской фирмой, которая продает бюджетные мотоциклы. Террейн 380, как и другие модели Синис, производится в Китае и по факту являются рембредингом модели Зонгшен RX-3С. Его ряд на 380 кубовая двойка выдает 36 л.с. и 35 Нм крутящего момента. Снажженная масса 199 кг. Бак вмещает 18 литров. Высота по седлу 818 мм. Максимальная скорость 150 км в час. Я думал, кем закончить выпуск. Одноцилиндровым BMW G310GS или Kawasaki Versus X300. Однако последний оказался поинтереснее. Бюджетный туристический эндуро от Kawasaki оснащается двигателем от городского спортбайка Kawasaki Ninja 300. Это рядная 296-кубовая двойка жидкостного охлаждения, которая выдает 40 л.с. мощности и 26 Нм крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 175 кг. Средний заявленный расход топлива 4,1 литра. Бак вмещает 17 литров. Высота по седлу 845 мм. Дорожный просвет 180 мм. Максимальная скорость 170 км в час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok